Добрейшего всем, дамы и господа! С вами Кулин, и добро пожаловать на выпущу Fight3! Сегодня, наконец-таки, настал тот момент, когда я продолжаю снимать третью часть Мира Маркуса! Вы уже наверняка успели заметить, докуда я добрался, и я, честно, планировал всё пройти абсолютно полностью за один выпуск. Но, к сожалению, я кое-где застрял. И я застрял на двух самых офигенных условиях, которые мне попросту не позволили дальше всё это пройти. Печально всё, конечно, получилось, но, главное, я уже близок к концу. Надеюсь, потом я где-нибудь ещё достану эту стойку, ведь, к сожалению, с ней пока что полная беда. Ну, а главное сейчас то, что я смог пройти, и, конечно же, то, что я смог отоснять. Так что, давайте-ка всё же я вас затягивать не буду. Наливай чуть-чуть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик на видосики, ну и, конечно же, погнали! И поскольку я ещё периодически иногда заходил с телефона, а я сейчас, как видите, снимаю всё это с эмулятором, то возникает вот такая ситуация. Но это в плюс, зато заранее узнаете, что же у нас было перед всем вот этим. Я, пожалуй, это всё проморгаю, потому что я всё что-то уже читал. Ну и, наконец-то, ночь скверная. Давайте я возьму отречённого снова, потому что всё же есть пока что у меня большие опасения, хотя, словно, что у меня, как видите, нормальная. Но лучше уж подстраховаться, нежели потом это тысяча раз всё это перепроходить. Ну, благо, у меня отречённые нормально вкачаны. Я уже пробовал с ним проходить три месяца назад, и он давал хороший определённый результат. Но, как я уже говорил в начале, поскольку у меня не было стойки, то он меня попросту ваншотал. Сейчас у меня ваншотать уже не должен. Как раз я сейчас это и проверю. Ну и видите, наши условия. Ничего здесь не поменялось. Поэтому, ладно, погнали, как говорится. Этого мне должно пройти. Должно уже мне хватить на всё вот это, тем более на нормальном левеле. Так что, давай-ка. Главное, сейчас мне снова здесь не прокосячиться, как три месяца назад. И пройти уже здесь уже по нормальной классике. Поэтому, давай-ка. Так. Хорошо. Главное, единственное, мне только под удар ему не попадаться, потому что иначе же... Ну, хп же, надо беречь мне. Всё. Хорошо. Назад прям сразу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не убей, не убей, не убей. Всё, хорошо. Попытался заезжать. Ну, у меня багоглушение стоит, поэтому сразу же. Второй раз. Отход. Всё. Встаю, жду. Так, не попасться бы под это всё. Не, я далеко, к счастью, поэтому нормально. Не-не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Всё, положил его снова. Снова назад. Ну и всё, можно его спокойно добивать. Так. Не попал почему-то. С теневых. Ладно. Ну, это не помешает мне его добить. Ну и всё. Наконец-то! Король пройден. Вот так вот. Наслаждение великолепное. Можно этому радоваться. Да. Ну и давай я сразу всё это заберу. И 50-й левел сразу же на месте опну. Хорошо. Ну, вот это мне как бы особо это сильно не нужно. Потому что это мне не поможет. А устойка как бы у меня есть. Хм. Ладно. Эл, папа. Его больше нет. Наконец-то он свободен от путь. Хозяина. Спасибо, господин генерал. И я пропустил хорошую драку. Эй, а почему величество такая грустненькая? Кто её обидел? Попробуй-ка меня обидеть. Умник. Не грусти, королева. Ой, батя уже пируется моей матушкой. На солнечном берегу гуляет на всю катушку. Они сильно дружили, пока были живы. А того подонка, который держал короля в плену, мы найдём и как следует с ним потолкуем. Мы не просто так сюда поторопились. Да, я помню. Генерал. Ну, все, Жанхай. У Листового князя есть к вам просьба. Отдохните и отправляйтесь в дорогу. Мне нужно побыть одной. Ну и отправляемся, наконец-таки, в лес. Да, здесь невозможно как бы, но всё же. Боже мой, это дерево, оно просто головокружительное. Время не ждёт нас. Штрафник готовы ли древары? Опять древары? У вас что, каждый второй древар, что ли? А пока Вир лечит раны. Эгири и Аника согласились показать вас сердцу леса. Всем остальным приближаться запрещено. Фактически, огонь наносит вам урон и восполняет здоровье противников. Здесь как бы невозможно, но поскольку у меня торчёное, то пройти можно. Это условие как бы не особо жёсткое, в отличие от короля, поэтому мне будет нормально. Я ещё как бы хочу жить. И мне это надо. Так что полетели. То есть, я так понял, мне просто в зону не попасться. А, я уже попался в зону, спасибо. Спасибо, я в зону попался. Вот хорошо начинается. Зона здесь неудачно заспавнилась. Абсолютно неудачно. То есть, мне придётся, короче, это... Как сказать? Ну, здесь мне придётся халтурить. Иначе как-то ещё тут мне выигрывать тут всё вот это. А, ой, я опять в зоне попал. Я опять в зону ушёл. Придётся мне скитрить. Взял я другой сет и буду я сейчас как-нибудь тут ванговать. Так, главное, чтобы сейчас он просто меня не убил. Всё, и обычными атаками. И я, чтобы сам в зону не ушёл. Так, дотянусь. Давай. Хорошо, всё. Положил я первого на месте. Так. Тихо. Батяра, молодец. Ну да, и меня сразу же задело, блин. Немножко не добил. Немножечко прям. Хорошо. Положили. Батяра, твой ход. Всё, отлично. Забирай я. Слава богу, всё вот это вот вещь. Да, повезло, что я вот этот сет вкачанный. Да-да. Спасибо, Акаде, за это. Ну и я двигаюсь дальше. Хорошо. Приятный момент. Так. Забираем. Всё, что у нас тут есть. Ну, не пригодится мне это, опять же, всё. Вот это вот барахло. Ну, да ладно. И у меня есть тут как бы два варианта. То есть, либо молитва Хельги, либо техника изгоя. Так. В первом случае, не создавать провалы в земле. Не позволяет противнику лечить себя в бою. О, слушайте, а вот это вот мне вариант нравится. Потому что, типа, чтобы чё, он не хилился. Вот. И, по сути, вот эти зоны, они будут убираться. Ну, что-то я не знаю. Не знаю. В общем, я поглядел, что будет у нас дальше. И здесь, по-моему, лучше взять именно технику изгоя. Чтобы у нас тут противник никоим образом здесь не хилился. Ну, и правильно. Чтобы я потом не мучился с этим и не пытался брать какой-нибудь другой сет. Давай-ка я возьму технику изгоя. Что ж, многие пытались остановить меня, просто зайдя мне за спину и нанеся несколько ударов. Но это не самая эффективная тактика. Просто помешает противнику сосредоточиться, и он даже не успеет склониться в нужной стойке. Дерево, северное, конечно, красивое. Глаз не оторвать. Но все же поклоняться дереву как-то срано. Типичный легионер умнее всех. Никто и не поклоняется дереву. В дереве живет сердце леса. Да что это за сердце вообще такое? Идет крышу у тебя. А мотается туда-сюда мы. Тихо, вы слышите? Вот здесь. Можно создавать провалы, которые временно лишают вас возможности передвигаться. А-а-а-а-а-а. Ну и в принципе даже и правильно. Ну, все же землю ладно, ее можно контрить. Просто не подходим и не мучаемся. Да, да, да. Смей мы призрак. Не хилится? Ну и правильно. Ммм, беспокоиться не надо. Так. Попытался уже создать дырку. Попытался, попытался, попытался. Ну все, слава богу, вовремя я. Отлично. Поскольку он не хилится, я его забираю. Так. А, ну, сейчас у меня он не убивает. Поэтому он нормально. Иди сюда. Лови. Прекрасные моментики. И ботяра, работай. Ботяра, сбей, пожалуйста. Ботяра, молодец. Хорошечный. Все. Так. Ну и ждем, что он нам скажет. Не прошло и пару тысяч лет. Где я вас насиловал? Вопрос риторический. Мне неинтересно. Времени нет, так что слушайте внимательно. Потомок тени, конечно, подобрался сил. Даже с него разум успел ему подчиниться. Пятняка. Но потомок один. А вас много? Я понятно выражаюсь. Ты. Оглохли от радости, что ли? Рано еще радоваться. Он скоро доберется домой. Спасите ее. Я не могу больше здесь. Оставааа. Да он делся. Я будто и раньше не знал его во сне. Я видел его. Я не понимаю, что я чувствую. Сердце лет в опасности. Что-то случилось. Мы должны немедленно вернуться. Ну и начинается у нас здесь полная резня. Некуда бежать. И, конечно же, голод. Так что давай-ка думать, с чего начать. Здесь у нас адепт. Быстро накапливайте него. А, ну ладно, хотя бы здесь можно здесь выкрутиться. А здесь у нас таящая броня. Ну давай, тогда пошли сначала на таящую броню. Сначала спасем лес. Потом уже будем изгонять отрещенных. Вот этих долбаных, проклятых. Я боялся, что вы не успеете. Отряды бессмертных атаковали нас. Подонки, они знали, что мы утрем им сопли. И они притащили чертовых отреченых. Их цель не мы, а сердце леса. Оно им зачем? Уже поздновато для карательной операции. После драки кулаками не машут. Оно не нужно им. Это хозяин хочет его уничтожать. А бессмертные уже у него на подводке. Сначала пусть переступи через мой труп. Ну и полетел у нас красный лес сначала. Ставь еще броня, поэтому давай-ка. Полетели. Ну, дамажки тебе будут нормально. Иди сюда. Все. Забираю уже первый рал на месте. Так, иди сюда. Я хотел его бросить, а не обойти. Ну ладно, че уж. Все. Босяра, молодец. Снова сделал свою работу. Красный лев просто кровожадный псих. Темный, отреченый лесной князь. Я тебя не узнаю. Что у тебя так напугало? Они боятся не легионеров, господин Хаем. А те, кто позвали темный, отреченый в своем ритуале. Патриарха всех древаров. Ну и у нас еще некуда бежать. Поэтому забираем их. А дальше уже там, я так понял, уже должен идти волк. Ой, мне там придется 100% отреченого брать. Иначе у меня врядов нету. Ведь там огонечек, а если огонечек тебе постоянно будет херачить, то все. Да. Сверен сказал вас встретить. У нас, заваруха, нагрелены парни бессмертных. Что тут началось? О нет, я слышу крики. Это темное, отреченое. Пахнет зверобоем. Можем ли мы их остановить? Унюхала, смотри-ка. Да там же твои ростички, бывшие. Руками машут, жгут всякую пакость. Песни поют про какие-то... Какое-то колесо. Испожа Вэсвад, опять вы здесь? Кресу времени уже не останови, девица Хельгия. Теперь она будет крутиться только спять. И взять их. Ну и меня насрать, потому что я возьму, я вас просто уничтожу. Нет, не смейте. Бомба, работай. А, не, добью так. Забрал уже первый раунд. Так. Нет, не похорони меня, не надо. Все, отлично, забирай ее. Готово. Собирай я, отреченую. Лежать, вам тут не место. И идите вы, пожалуйста, на свалку истории. Несчастливые заблудшие души. Хозяина чистит вас и обратит на путь теней. Мое поражение ничего не значит. Пожалуйста, вы девушка хорошая, но сейчас малость на себе. И имя закона королевы до вас ничего не значит. Больше нет ни королей, ни королев. В нашем мире теперь есть один, властитель. Зигфрид понял это раньше всех. О, Иволк, священное дерево, скверенное местными тенями. Огонь, приди, и я сожгу вас, и создам ноу, тетя огня, из вашего пепла. Дерево скрывает сердце леса, убей меня. Но пощади дерево, великий патриарх, оно хранит надежды всего мира. Ты потерял этот мир, и его наводнил от синевой зло. Ты отринул огонь, и я сожгу лес, чтобы он возродился вновь. Полегче, дед. Не знаю, сколько тебе лет, но сейчас эта земля принадлежит королеве Мойле. Попробуй, что поджечь, я тебе шею сверну. Кагун, ты мерзкий огнепоступник. Отойди из дороги, ты довольно попил и моей крови. Опять эта история. Вот так, хай меня звать. Генера, помашите, прошу, я его убью, если вы меня не остановите. Так, противник может входить в контролемую ярость. Противник обладает магническими способностями. Ой, значит, я должен идти нахер, как говорится, куда подальше. Так, я вынужден это сделать снова. Снова и снова. Где же ты, сад, мой дорогой? Да, конечно, могу, кстати, вот этот взять, но он слабый. Хотя там, по-моему, оружие прокачано у меня, да? А, ну ладно, ладно. Не буду, пожалуй, я вас мучить. Всё, возьму просто отречённого и как-нибудь там сейчас я выкручусь снова. Если нет, то буду халтурить как-нибудь. Халтурить же надо. Ммм, а сейчас у нас на фоне у нас будет горячий лес. Будет сейчас довольно-таки круто. Но главное мне сейчас здесь не проиграть просто снова, ещё раз говорю. Не проиграть. А то вы же понимаете, это волчара. Он же такой жёсткий. Нет, не убьёшь. Так. Хорошо. Ну там я возврат может на всякий случай спасти. Так, ну. Зверяй пока первый раунд. Пока что живой. Но всё же это больно. Огонёк больной. Поэтому надо будет выкручиваться мне. Давай-ка, давай-ка. Я посмотрю на тебя. Сейчас, наверное, должен снова ударить. Нет, он не бьёт. И сразу же решил войти в ярость. А я по нему почему-то не попадаю. Вот сейчас урон реагает. Хорошо. Опа-на. И возвраточка. Вот и правильно. Ну нефиг быковать, волчара. Видимо, у тебя реально какая-то шиза полетела. Ну, может быть такое. А то, вы же понимаете, старость не в радость. И всё же может быть. Должен ударить сейчас. Ну давай. Нет. О, оглушение. Хорошо, 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 хорошо. Давай-ка, 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 давай-ка. Просто разбить его, разбить его. Отличненько. Отдохни, дружище. Отдохни. Не-не-не-не-не. Проблемы не нужны. Ну, ещё при этом перфекто я ещё савил. Ну, и хорошечно. Спасибо, патриарх. Твой огонь освободил меня. Ты вел этим людям тайну тьмы и света. Одну невозможную без другого. Кто ты? Душа, ты потерянная. Тебе нет зла. Я не верю своим глазам. Сердце леса освободилось. На колени перед сердцем. Эх, матушка, чуть-чуть не дождалась. Свет источник теней, мой сын. Хозяин миров знал эту тайну. Но забыл о ней. Помогите ему вспомнить. Освободите его от атаков тьмы. Ты больше не один эту. Вы вместе. Защищите Мойру. Лишь она властвует над голосом теней. Мы встретимся вновь. Прощайте. Вот вы где. Помните, Рочи, где бразят безумные солдаты? Там теперь их... Генерал появился. Ха. Я, кажется, понял, кто у нас там решил явиться. С дорожечком. Чтобы нам сделать тут поприятнее. Войска хозяина уже добрались сюда. Я вижу генерала. Ох, а он красавчик. Кто этот? Вот этот, который единственный стоит. Завтра состоится решающая битва. Мы нападем на купол и покончим с весенниками сферы раз и навсегда. Постой. Я знаю тебя. Ты... Генерал, позади вас. Грифон. Оооо, противник постоянно в тене-волхе. Ну, сам-то по мне, стало богу, не наносит. И правильно. А можно тебя ударить? А, и теневые тоже по мне не дамажат. Ой, хорошо, слушай. Так, ладненько. Ну все, я живой пока. Я живой. Все, оглушил его вовремя. И сразу же словил баг. Уже успели наверняка заметить. Нет. А, я знаю, я тебя понял. Меня это не пробило, не убило вообще. Так. Хорошо. Давайте сразу тимой добьем. Вот и правильно. Все. Отдыхай, Грифончик. Отдыхай. Я знаю у вас всех. Я помню тебя, Джуниту. Я помню вас. Помогите мне. Все мои люди мертвы. Я должен разрушить купол. Погодите, постойте. Прокс, потом их тени. Хитсун, это не можешь вот так наскакивать на кого тебе вздумается. Проксиваюсь теперь генерал Алого войска. Черт его подери. А этот парень, кстати, тоже генерал. Железные люди. Прочти, тени, мая, нечесть. Я не буду повторять, если вы сделаете хоть один шаг. Петля почти готова сломаться. Материя истончается. Мы вот-вот попадем в будущее. И тут у меня есть два варианта. Вы и ваш противник постоянно ходите в синевой форме. Ни вы, ни противник. Не можете ходить с ним в форму. О-о-о-о-о. Слушай, вот второй вариант очень имбовый. Потому что... Да, ты тоже не будешь из-за теневую. Но взамен он тоже будет из-за теневую. И типа ты можешь спокойно так отыграть. Так что я, пожалуй, возьму Китсуну. Что ж, тем более, кто же ее не любит? Давай-ка. Выбираю я ее. Ты собираешься использовать подавитель с теневого поля? Именно так. Я не хочу, чтобы кто-нибудь причинил себе вред. Особенно прокси. Ну-ну. Что это за место? Я штрафник и лесной князь. Где Хельга? Кто эти железные люди? Во-первых, мы не железные. Я и Китсуну сделали из продвинутых материалов. Назвать бота железкой в наши времена оскорбление. Зря ты так сказал над нами. И я вас помню о собоих. Вы работали в комитете силы. Я не уверена. Во-вторых, человек помнит все временные линии. Хотя и не знает об этом. Например, господжа Джун забыла, что перебивать невежливо. В-третьих, нам очень нужно поговорить с генералом Маркусом. Повезло, что мы успели как раз вовремя. В-четвертых, вон те ребята не дадут нам нормально поговорить. Это небольшой доставущий отряд охотников. Вы знаете, что делать. Тут уже нет такого жёсткого условия. И можно уже пока на расслабоне быть. Пока что на расслабоне. Тем более, там мне все равно потом под конец нового отреченной пригодится. Ибо там опять будет фиговое условие. Так что, давай-ка. Погнали. Лисица. Моя патрульчка будет, как говорится, мне попадать. Чтобы я здесь выжил. Чтобы я как бы все это прошел. Ну, эти сами. Все. Никто теневую не уязает. Ну и правильно. А так отыграем. Тем более, видите, сами урон нормальный. Но есть зона. Которая меня фигачит. А там бойцар сработал. Лол. Нет, не убей. Тихо. Хорошо. Забряй первый раунд я. Так. Нет, не убей. Все хорошо. Не убило. И правильно. Так и надо. Огонянство никто не перебивает. Где мы? Что это за место? Это твоя мечта, генерал Маркус? В этом мире она и сбылась. Купор разрушен. Смотри хорошенько. 3644 человека погибли здесь, генерал. Из них около 500 детей и почти полторы тысячи стариков. Земля оказалась заражена теневой энергией на сотни лет вперед, пусто спорождая чудовища и изроданных людей. Они спят в канавах и едят теневых насекомых, а легионеры добивают тех, кого нашли. Мне продолжать, генерал Маркус? На найме. Я думаю, что Маркус ужали. Он действовал из лучших побуждений. Ох, бедняжка, я совсем забыла пожелать этого бравого воньку кису. Но ты же понимаешь, что эти все ужасы происходят такие, как он. Я исполнил свой долг, железная женщина. И тебе меня судить. Маркус, ну разве у тебя не было свободы выбора? Знаешь, моим долгом было сидеть в платье возле отца и улыбаться гостям. Но эти платья стоили столько же, сколько полгода пропитания для деревенской семьи. И отец понял меня, когда я об этом сказала. Не срави меня и себя, принцесса. Знаешь, что ли, что такое родиться мальчиком? Что такое драться с самого рождения? Ну и впоследствии. Я не собираюсь слушать твои обвинения, кто бы ты ни был, пока жив, со мной живы заветы тени. Даже есть весь легион отречется от них. Даже тень отрекся своих засветов, Маркус. Я видел это своими глазами. Он признал, что причинил этому миру зло. Это он открыл врата теней, понимаешь? Он разокрыл их, но слишком поздно. И в легион пришла ночь скверны. Я убью все теневого отроза, которая осталась в живых. У легионы много работы. И я начну с тебя. Пожалуйста, прекратите. Разве что, вы не видите, у вас силов незаконно все больше. Как будто он становится только сильнее. Ну и сразу же он в тенюхе находится. Сейчас меня долбанет по-любасу, наверное, да? Так. Не убей, пожалуйста. Так, а я тебя смогу вынести? Ой, батяра, спасибо. Снова меня спас. Хорошо. Иди сюда. Ага, ясно. Я тебя понял. Сразу же решил меня долбануть на месте. А я дотянусь. Вот, правильно, дотянулся. Дотянулся! И при этом он не упал. Как так? Батяра молодец, снова добивает. Отлично. Маркус, я не узнаю тебя. Неужели он сломался? Люди ведь могут ломаться, как и мы. Я уверен, что это только на руку незнакомцу. Так и есть. Но ему не переиграть меня. Остается лишь только вот. А, у меня еще открытая рана находится. Открытая рана. О, вот это фокусы. Боюсь, меня отреченый здесь не спасет. Боюсь, не спасет меня. Вот это условие. Уже палки в колеса мне поставили. Спасибо. Ну что, друзья мои, я буду завершать наш выпуск с миром Маркуса. Пока что у меня не получилось, к сожалению, дальше пройти. Ведь, зараза, меня то отреченный, как бы, особенно сильно урона не дает. То одно великолепнейшее условие дополнительное в виде открытой раны не позволяет мне все вот это вот нормально реализовать. В общем, к сожалению, фиговенько. Буду с вами прощаться. Конечно же, ставьте лайки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте как что-то видосики. Ну и, конечно же, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok